Жители посёлка Стёпанцево бьют тревогу. До них дошла информация, что единственное медучреждение, которое обслуживает три с половиной тысячи пациентов, планируют закрыть. Чтобы отстоять амбулаторию, жители даже организовали митинг. Давление поднялось. Мы ждали скорую два часа, чтобы приехал скорый, два часа прождали. А если больницу закроют, вообще ничего не будет. Куда нам деваться? Помирать? Правда, закрывать амбулаторию никто не собирался. Главврач Визняковской ЦРБ слухи вокруг здравоохранения считает политической игрой. Кто-то организовал этот митинг, на который её даже не пригласили. Зато на нём отметились журналисты федеральных СМИ. Пациенты говорили, что здесь врач остался один. Это неправда. У нас работают три врача. Один доктор, терапевт, мы можем с ним сейчас познакомиться. Она работает здесь давно, Светлана Юрьевна Западнова. Второй доктор – доктор-педиатр. Она работает не на полную ставку с учётом её заболевания. И третий – доктор, который обслуживает койки дневного пребывания. Ещё один повод для недовольства жителей – анализы в амбулатории можно сдать не всегда. Проблема и правда есть. Но причиной главврач называет 44-й федеральный закон. Согласно ему, все закупки для муниципальных нужд проводятся через торги. Торги не всегда происходят в то время, которое запланировано. То поставщики не выйдут, то поставщики какие-то жалобы подадут, то ещё какие-то проблемы происходят. То есть, естественно, бывают трудности у нас с реактивами. Терапевт Стёпанцевской амбулатории работает в посёлке более 30 лет. Про митинг говорит одно – отвлекают от работы. Мы, извиняюсь, в туалет даже некогда нам сходить бывает. То есть, у нас, в основном, нагрузка с утра. А сейчас, видите, тихо. Мы скорее бросились бумажки распечатывать. Готовимся к завтрашнему дню, скажем так. В областной администрации отмечают массовых жалоб от жителей посёлка в департамент здравоохранения не поступало. Но митинг был. Поэтому тему взяли на контроль. Мы ещё раз проверим все обращения гражданам. У нас создана комиссия при департаменте здравоохранения. Будет расследован каждый случай и предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Сейчас в Стёпанцево свободна только одна ставка врача-функционалиста. Районная больница оплачивает обучение студента, который вскоре займёт вакантное место. В самой же Везняковской ЦРБ, к которой относится амбулатория, проблема кадров стоит действительно остро. Укомплектованность менее 55%, а средний возраст докторов – более 57 лет. Молодых специалистов на работу в сельской больнице привлекают единовременными выплатами, в том числе по программе «Земский доктор». Оплачивают их обучение в вузах и колледжах. Светлана Миронова и Евгения Волкова, Станислав Трегубов, губерния 33.